Президент в ходе рабочей поездки в мегаполис посетил музей истории Алматы. В этом научно-культурном центре представлено богатое историческое наследие региона ЖТСУ. Фонд музея насчитывает около 40 тысяч экспонатов. Это подлинные предметы быта различных эпох и культур, произведения изобразительного искусства, редкие фотографии, документы и уникальные артефакты. В музее 11 залов. Здесь можно узнать обо всех периодах развития города, начиная с древних времен до наших дней. Помогут в этом и мультимедийные технологии. Музей создали 14 лет назад, но размещать экспозиции и хранить коллекцию приходилось в разных местах. Мы сейчас говорим о привлечении туристов в большом количестве. В любом большом городе очень много музеев. Поэтому никогда музеев много не бывает. Поэтому я и в Астане уделяю внимание, здесь, и в Таразе, то, что мы вместе видели в других городах. Вот эти все автомобильные трассы, железнодорожные пути, гостиницы, которые строятся. Для чего? Чтобы создать удобную инфраструктуру для туризма. Туризм важный часть экономики Львова государства. Городского отдельного музея не было в Алмате, да? Не было. Что приспособлено сделать? Это очень хорошо. Красивый музей. Будет наполняться экспонатами еще. Будем находить. Потом, может быть, большой будет музей. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Музей расположился в историческом здании бывшего вернинского детского приюта. Его построили в 1892 году по проекту архитектора Поля Гурде. В советское время в здании находились КАЗ-ЦИК, СЫК, Госплан, КАЗ-ССР, детская инфекционная больница, а в последние годы медицинский колледж. Алматы – это одна из наших древних городов. Здесь много памятников археологии, истории. История течет по улицам Алматы. И, конечно же, мы должны здесь видеть туристов. Алматы должна стать туристическим центром. Для этого мы и строим музеи. Музеев много не бывает. Действительно, лицо каждого крупного мегаполиса, культурного центра определяет музеи, театры. Музеев у нас все больше и больше. Вот один из удивительных музеев – музеев Алматы.